Всем привет, с вами DevilPlay, а это у нас новая игрушка на канале, Bad to Bad Apocalypse, вроде как расхваливали эту игрушку и как бы она имеет там элементы неполного, но наполовину типа свободный мир тут есть и вроде как RPG и выживалка, короче давайте не будем гадать с вами, погнали. Я сейчас ищу, так скажем, игру более-менее такую, чтобы и нам, точнее мне понравилось и вам. Я уже открывал игру, здесь конечно был короче текст, там диалог был, какое-то крушение произошло, мы тут с этого самолета выпрыгнули и вот имеем то, что сейчас имеем. Играем мы вот за такого вот милого панду, он на вид конечно милый, а по сути он жесткий наверное типок будет в этой игре, поэтому давайте же не будем опять-таки гадать, посмотрим, приятного всем просмотра. Я, ну почему запускал эту игру, я пробовал ее настроить под клавиатуру с помощью одной проги, такой скажем, именно специально, который настраивает клавиатуру на телефоне, типа кнопки можно там расставлять как на эмуляторах на персональном компьютере, но, честно говоря, я так задолбался, что уже расхотелось мне вплоть до того, чтобы записывать обзор на эту игру. Ну, но мы не сдаемся, поэтому мы с вами сейчас будем смотреть, что это за игра такая. Я так, по-моему, сейчас хромаем, у нас вроде бы как хп полная, я так, по-моему, это по сюжету, да, он потом будет нормально ходить у нас, типа мы сейчас пережили крушение, и соответственно с вами сейчас, кажется, мы все разделились, ну если я так, по-моему, из выживших, да, он остался, знаю, еще, кроме его живой. Черт, и часы сломались, мне нужно найти что-то, что могло бы помочь. Оп. Так. А что со звуком? Ну, звуковые эффекты. О, все, нормально. Не знаю, что за прикол сейчас был. Почему-то мы не слышали звуки выстрела. А, еще и подобрать надо. Бинт. Так, наверное, сейчас бинт. Вот, блин, берсерк использовал. Навык. Так, карты у нас нет в наличии, поэтому я тяжело ранен, недостаточно чего-то там. Не успел, короче, почистить. Ага, у нас видели, только что были фиолетового цвета патроны, ну, точнее выстрелы. Ну, это под берсерком, я так понял, да, они такого цвета становятся. Так, собрать сух паек. Так, что у нас в инвентаре? В инвентаре у нас есть уже бинт. Блин, ну, у нас 300 хп полный, я тут сейчас не могу, ну, так скажем, понять. Так, сух паек восстанавливает 70 еды здоровья в секунду в течение 4. А здесь, ну, в принципе, так же самое восстанавливает, но только по времени чуть быстрее винт восстанавливает, чем сух паек. Так, как видите, у нас тут разнообразие патронов есть. Самый обычный, бесконечный у нас. Ну, чтобы помощнее стрелять, походу, у нас, ну, нам нужно будет найти какие-то другие улучшенные, так скажем, модифицированные патроны. Угу. И погнали дальше. В принципе, управление удобное. Ну, можем и так сыграть. Так, порох и ткань. Не знаю, на самом деле, пока что, для чего мы это все собираем. Ну, конечно, собираем. Наверное, ну, наверное, тут еще и крафт будет, да, я так понимаю. Может быть, всякое полезное будет крафтить в игре. Тема оборона сломана. Нужно найти одежду в домах, в домах неподалеку. Это, честно говоря, это самое. У него с двери, он сам заходит автоматически. И музыка начала играть, да, другая. Так, подождите, я не знаю, сильно громко разговариваем. Потише сделаем. Раз, раз. Так. Хм, здесь нормально. Повседневная одежда. Угу. Давайте глянем, что это за повседневная одежда. Поврежденная не работает. Поврежденная не пробка разведчика. Аж его, может быть, как-то восстановить, интересно. Мне кажется, ну, когда эта шмотка была целая, она была помощнее всех остальных. Защита плюс 0,8, сопротивление, состояние. Ага. И еще опыт прибавляет. Вот, хорошо. Тут получаемый опыт. Больше опыта будем получать. Энергический напиток восстанавливает 25 еда здоровья в секунду. В течение 20. Повышает мобильность на 8%. Ага, это типа баф. Ну, передвижение, да, передвигаться будем лучше. Так. Я мог бы, конечно, сейчас проверить с вами, работает ли бинт на то, чтобы он не хромал. Ну, я думаю, если что, мы в бинт все равно с вами успеем израсходовать, когда у нас, ну, нас немного покоцают враги. Так понял, это зомби были, да? Мы с зомби воюем тут. Типа, апокалипсис, ну, в связи с зомби. Так, вроде как, вроде как нормально так. Залутались тут. Такая музыка тут напряженная, а никого нету. Я думаю, сейчас враги будут, блин, налетать. Значит, никого не видно, не слышно вообще. Так. Я не понял, опять прикол. Почему-то опять звука не слышно было. Ну, все. Вот и что нам надо, мы пособирали, пошли дальше. Без карты, да, напрягает, конечно. Хотя бы был бы, вот, радар работал, работал бы, был отлично. Хочу базу на востоке. Не знаю, то ли базу, то ли не базу нашли сейчас только что с вами. Так, подожди. Ну да, если что-то... А я не пойму, чем прикол. А, я понял. О, вот, наверное, стерео же звук. А, ну-ка. Да, да. Я просто не хочу. Они у меня вакуумные резины. С резинками я начинаю от себя чувствовать, как будто я оглушаюсь, так скажем, да, в этих наушниках. Все, все нормально, звуком нет. И я вот сейчас понял, что за херня происходила. Без оружия будет тяжело отбиваться от одещавших. Ну, блин. Так, все. Я понял, что это у нас стерео звук. Хотя, можно, может, можно убрать отсюда вот это. Честно говоря, оно мне не очень нравится, вот эта стерео. Блин, нет, да нет, тут нет, к сожалению. Ладно, хрен с ним. Кстати, можно еще попробовать, знаете как? Я не знаю, работать будет ли так, хотя, скорее всего, вряд ли. Ну, с помощью джойстика, может быть, поиграть. Ну, не знаю, просто она с клавиатурой как-то не этот, не... Не работает. Если с клавиатурой не работает, то логично подумать, что и с джойстиком то же самое будет. Gamepad, так сказать. Не понял. Так, какое-то топливо сейчас с вами подобраю. Давайте посмотрим, что у нас тут. Вот, кстати, вот это, что у нас. Плюс 3, ага. Повседневная сумка инструментов, сумка цементров. Безнос 100%. Так. Ага, у нас металлолом, ресурс. Ну, у нас другого не было, да, правильно, что этого. Повреженные ботинки убираем. Вот еще ставим. Это что у нас такое? Консервный тунец. Пользуется для изготовления обычных... Ага, это ресурс. Для крафта. Не, ну, начало уже интересно. Такое чувство, как будто ты, ну, не играешь в обычную какую-то аркадную игру, а какой-то, не знаю, в результате вот такого, в 2D. Ну, конечно, ну, может, я немножко преувеличил, конечно. Но, тем не менее, ну, по ощущениям прикольно пока все идет на самом деле. Так, батны, ну, наконец-то нет. Это все у нас ресурсы. Пока что не сложно, если честно. А теперь зарядимся. Бывает. Так, кстати, у нас уже две гранатки есть. Ну, опять-таки, их использовать я не вижу смысла. Мы и так нормально справляемся с вами. Кстати, да, куда идет, туда и прицеливается. То есть, нельзя пока, наверное, да, или потом. Был бы удобнее, конечно, чтобы мы прицелились отдельно, а мы ходили в одну сторону, а прицелились в другую сторону. Пока что так нельзя. Я просто на всех существ назад иду. Хочу проверить, может, я где-то что-то пропустил. Вроде бы как нет. Так. Длин, что-то так много зачесалось. Жесть. Похоже, это заброшенная военная база. Нужно как-то ее проверить. Так, и идем в заброшенной базе. Так, здание. А ну-ка, давай я посмотрим, что у нас за... Ислище с помощью инструментов лечения. А ну. А вот инструмент лечения, да? Ну, наверное, сейчас переставим хромать, наконец-таки. Тух, я снова в порядке, пришло время узнать. О, все, наконец-то мы бегаем. Так, думал, блин, задрала-то вот это хромание его. Не, ну все равно прикольно, молодцы, придумали такое. Мне нравится. Сначала нужно найти карту. А что тут? Карту куда-то вставлять надо. Похоже на какую-то обычную яму всего лишь. Так, это перемещение в следующую комнату, я так понимаю. Давайте пока здесь побегаем, посмотрим, что у нас тут есть. Что-то полезное найдем. А, вот, кстати, появилось у нас. Максимальный запас здоровья плюс 4. Это цели, это у нас дополнительные, да, я так понял? Коллекция, опыт 0.65. Ликвидация одичавшего. 0.65 надо таких убить. Что-то не понимаю, коллекция чего? Я не пойму прикола. На самом деле. Так, сначала нужно найти карту. А, карту имеется в виду, ну, не карточку, которую, да, проводишь. А карточку, типа, карты, чтобы смотреть, где мы находимся. Карта местоположения, так скажем. Кстати, тут может что-то взорвать можно. Так, пройди. О. Так, подожди. Не, не получается. Ну, короче, здесь все нужно, для этого всего нужно карту. Я так понял, это будет наша база, да? Это будет наша база, и поэтому нам сейчас говорят, что нам нужна карта, для первого очереди. Ну, что-то, мне кажется, да, здесь верстак, я вижу, вот. Кстати, в ящике, может, какая-то карта будет сейчас, давайте посмотрим. Надеюсь, это то, что ящик открыт карта. Да, для этого нужна карта. Давайте пройдемся тогда, посмотрим. Так, опять-таки, с нас, нас заставляют найти карту. Угу. Ну, на самом деле, интересно. Что тут будет такое, да? Наверное, сюда надо показать. Блять, наверное, найти сначала карту. Надо найти сначала карту. А где это можно карту найти, интересно. А вот, синий же, у вас, кстати, знак. Затание выполнено, плюс 300 опыта. Это, честно говоря, очень круто. Так, базовое построение. А, это построение. Тут, что у нас. Так, не предмета, а вот это меня интересует. Прокачки у нас есть в игре. Это хорошо, меткость, мобильность. А у нас уровень какой? Блин, опять путаю. Я просто после вендера, нажимая на лицо, короче, ну, так скажем, на квадратик персонажа, думаю, сейчас откроется инвентарь. По привычке. А мы еще первый уровень, поэтому пока еще рано этим заниматься. Так, карту мы нашли. И отдохнуть нам надо, хорошо, допустим. Пока будем делать то, что нас требует. Так, сон до утра. Восстанавливает 100% здоровья. Максимальный запас здоровья 20 на 1200, скорость лечения. Короче, мы отдыхаем, плюс еще у нас добавляется баф. Так, я это понял. Улучшить можем. Улучшить кровать. Максимальный запас здоровья плюс 20. Эффект восстановления. Ага. А это уже навсегда будет, да, улучшаться наше, типа, максимальное здоровье? Если так, то это очень даже прикольно. Блин, опять я нажал на эту. Ладно, хрен с ним. 320, смотрите. Но это опять-таки будет работать временно. Так, это у нас, я так понял, склада, хранилище, да. Можем, кстати, еще увеличить плюс 20 слотов. А что для этого надо? Ну, для этого еще нужно достаточно-таки немало. Давай пока что скинем вот эти поврежденные шмотки. О, кстати, кепка у нас уже появилась. Ты даже не знаешь, что ж. Пока не будем сейчас заморачиваться. Может пригодится. Это может пока еще рано с вами вот это тут менять. Посмотреть инструменты для изготовления. Хорошо, допустим. Защита от попадания в голову 6. Защита, в принципе, малый процент, но есть. Так, ага. Бинт из 10 тряпок можем изготовить. Изготовить бинты. Хорошо, допустим, изготовим. А, недостаточно материалов? Чего это вдруг? А я разве вдруг скидывал что-то? А нет. У меня 10 тряпок есть. А почему не хватает? А, нужно 12. А у нас 10 только. Да блин, а. А как теперь мне туда откуда найти? Так, что это? Восстановить полигон для стрельбы. О, прикольно. Для этого нужен материал. Здесь что мы можем сделать? Тренировочный центр. Хорошо, допустим. Можем потом тренироваться в будущем. Ну, что может я смогу, чтобы... Восстановить костер. Для костра нужно, опять-таки, немало ресурсов. Ну, вроде бы, да? То есть, так подумайте, что нам нужно. Там, дрова. Спички на растопке и все. А по сути, что-то да. Что-то же это не так. Так, лучше проявить восточные врата. Давайте тогда, да. Наверное, восточные врата имеется в виду вот это. И сейчас давайте уже найдем вот эти... Какие вот там? Изготовить бинты. Ну да, изготовить бинты это не как основное задание такое. Ну, как дополнительное. То есть, мы можем, в принципе, это и потом сделать. До начала нужно, так скажем, достаточно количества бинт... Ну, тряпок найти, чтобы изготовить потом из них же изготовить бинты. Вот, как раз вот те самые недостающие бинты были. Кстати, карта у нас уже есть. Это хорошо. Ага. Оп. Какие-то, блядь, мутировавшие комары, блин. Ну, это вроде должен быть сейчас край карты, да? Ну, я хочу просто здесь уже зачистить эту сторону. А на обратном пути мы потом зайдем обратно на нашу базу. Кстати, патроны. Угу. Допустим. Опять, что, недостаточно очков для следотечения карты. Огнят. Какой карты? Достаточно очков ускорения. Тут еще дополнительные очки есть. Так, давайте пойдем... О, кстати, давайте золотаем машину. Не, ну, классно. Я, кстати, ну, наверное, немало раз замечал эту игру. Она вроде как еще на бета-тесте. Он что-то не думал в нее никак сыграть. А сейчас, типа, она недавно вроде как вышла в релиз. Вот я, собственно, ее и скачал и пробую сейчас поиграть. И вам скажу, что... Я думаю, просто, знаете, какой-то просто будет шутер, да? Бессмысленный. Типа, бегаешь, стреляешь. По толку, типа... Ну, а по сути, короче, это будет обычный... Какая-то, да, банальная... Банальщина, так скажем. Банальная игра какая-то. Ну, блин, ну, как видите, блин, на самом деле, не так. На самом деле, он выглядит все круто. Мне начинает все больше и больше нравится. Надеюсь, и вам тоже. Так, ну, это мы сделали, правильно? Получили там что-то опыт. По два раза нарез готовить бинты. Преста, а? На второй раз там уже не хватит, извините, конечно. А вот что-то другое мы можем изготовить с вами? Кстати, можем изготовить. Ремкомплект. Можно сказать, а для чего оно надо? Ну-ка гуляем. Вспольза для ремонта оборудования. Так что не надо. Я так понял, это будет у нас как рем... Ну, ресурс. Или для ремонта там... То ли пистолета, там... Брони. Так, это что у нас? Для этого у нас, в принципе, все есть. Это гранаты. Но пока я не вижу смысла их создавать. Улучшить инструменты для изготовления. Улучшение недоступно. Так, для чего это? Уровень инструмент для изготовления... А, это чтобы еще прокачивать, да? Станки нужные нам. Шлем прорывника. Блин, короче, нам пока сюда еще рано. Мне кажется, что... Надо сначала пособирать Достаточно количества Материалов, да? Ресурсов, а потом уже Думать, что делать дальше. Так, изменить построение. Ну, пока что мы один. Я так понял, у нас будет потихоньку Добавляться новые помощники. И тогда уже может быть Всякие разные построения придумать. Так, оп. Здесь точно есть где-то вертолет. Тут, конечно, хорошо. Я думаю, сейчас нажмем, И кто-то прилетит нам на помощь. А, ну... Нет, не работает так. Так. А, блин, что-то такое живучее, а? Опасно было сейчас. Вот, сейчас скажу честно говоря, опасно. Хотя хер его знает. Мне еще ни разу не ударили. Я даже не знаю, сколько у меня ХП от него бы, если кто-то нас ударил. Нафига изготавливать те бинты, если у этих бинтов и так тут полно выпадает. В виде лута. Блин, перезарядка. Ну, пока легко все делается. А, кстати, я то, что я вам говорил. Он все-таки автоматически прицеливается тогда, когда они вот попадают в зону вот этого круга. Видите, вот этот полупрозрачный круг есть. Тогда он сам по себе прицеливается. Это, кстати, ну, хотя бы так. Уже и удобно. Так, много металлолома собираем с вами. Патронов вот этих, кстати. Как их поставить, эти патроны, я даже не знаю. А ну, вот так. Плюс. Ну, допустим, да, давайте проверим, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Поэтому нам, смотри, что это такое. Да, да. Крику надо на него, смотри. Кричит, он расключался. Ну, это вроде больше урон, да, наносит? По 25, по 30. Да, я именно их и трачу. Ну, понятно, ясное дело, что те бесконечны. Да. Ну, те, соответственно, уменьшую воность. А это расход, расходуем и патроны. Но я думаю, что пока что давайте я уберу эта штука, AR-1. Так, оружие какое-то или что? Да, это оружие. А патроны, наверное, другие нужны для него, да? Или без разницы. Давайте поставим. А нельзя его как, типа, первое, второе оружие? Непонятно. Ладно, давайте. А как убрать вот это? Ах, убрать вот это. А, они автоматически убираются при смене оружия. О! Круто. Это она, да. Хотя это винтовка. Винтовка, которая что-то быстро стреляет. Обычно винтовки, они медленные, да? Это прям даже быстрее. Пистолета, наверное, да? Сейчас стреляем. Или что-то у нас было? Не пистолета. Мини-пулемет или как оно там? О! Круто. Это вообще дештяк. Хорошо работает вообще. Так, повышение уровня получили. Замечательно вообще. Так, давайте глянем, что у нас тут есть. Меткость и мобильность. Мобильность при стрельбе 3,3%. Так, мы можем выбрать любое, да, из этого всего. Я так понимаю. Максимализм по здоровью плюс 20. Но по здоровью, в принципе, у нас проблем нет. Вот урон. Одичавшим этот под берсерком, да, если. А, не, не. Не под берсерком. Одичавшие это у нас идут как зомби, да, вот эти. Типа это здесь звери. А, я понял. Типа прикол в чем. Есть звери, которые нормальные, а есть одичавшие звери. Одичавшие считаются зомби. А нормальные, это типа человекоподобные звери, да. То это нормальные. Наверное, так это, да, имеется ввиду. Так, увеличивает урона винтовки автомат. То есть автоматической винтовки имеется ввиду. Режим прицеливания. Скорость стрельбы. Ну, вот урон плюс 1. Флот в инвентаре. Блин, честно говоря, вариантов-то достаточно. Только вот я не вижу ни в одном смысла почему-то, потому что все и так пока легко и просто. Ну, плюс 1 урона я не думаю, что нам особо, так скажем. А, ты, блин. А тут же ж надо еще, вообще-то, 8 уровень прокачать. Вот. Чтоб следующий смотреть. Следующий требует уровня. Вот это первый ряд. Давайте тогда мобильность погул вышу, да. Потому что, опять-таки, хп у нас достаточно. А вот, ну, от зомби мы чаще всего убегаем при стрельбе. Ну, типа, когда мы стреляем, он будет более быстрый. Так, заходим в дом. И, наверное, скорее всего, будем на этом заканчивать серию, ребята. Вот. Игрушка крутая. Не поспоришь. А остальное уже зависит от вас, ребята. От вашей активности. Если вы будете активно участвовать на моих роликах по этой игре. Лайки ставить. Комментарии оставлять. Подписываться. Кстати, я на каждом ролике вижу, так скажем. То, ну, сколько подписчиков ко мне прибавляется. Сколько подписываться. Я все это вижу. И поэтому, если я буду видеть эту активность, то мы обязательно будем больше и больше. Наверное, я все-таки, из-за того, что мне эта игра понравилась, в любом случае, запишу еще одно видео по этой игре. Ну, а дальние, так скажем, мои действия зависят от вас, в плане вашей активности. Вот. Поэтому не забывайте прожимать лайки, подписываться на мой канал. Подписываясь на... Ну, прожимая колокольчик на все уведомления. И оставлять комментарии. Спасибо, что досмотрели до конца. До следующих видосов, до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok